Аргентина. Если честно, именно здесь за две недели путешествия мне понравилось больше всего. Город Сальто. Первая аргентинская точка на маршруте ралли Дакар. Здесь красиво, тепло, много зелени. Кажется, что ты попал в рай. Гонка тем временем набирала обороты. Все мы надеялись, что КамАЗ-мастер будет праздновать победу и в этом году. Оказывается, вблизи кабина пилота похожа на космический корабль. Нашу машину Mercedes-Benz DLS заодно протестировал семикратный победитель ралли Дакар Владимир Чагин. Я ехал по асфальту за 200. Машина вообще прям легко летит, катится. Я чувствую, как будто это ощущение, как будто я машину надел на себя. Супер, просто здорово. Это машина и для асфальта, и для безорожника. Аргентина преподносила сюрпризы. Один из них – прекрасная винодельня, которую мы встретили на нашем пути. За два дня до конца ралли отрыв Эдуарда Николаева от аргентинца Велагры всего одна секунда. Но в предпоследний день Велагра сходит, ломается коробка передач. Все, это победа. Камаз! 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 Мы шли к этому две недели. Наш Эдуард Николаев становится героем. И второй год подряд побеждает король на Дакар. Камаз и Mercedes сегодня чемпионы Дакара. Юбилейного! Браво! Дакар 2018. Теперь это уже история. Наша история. Редактор субтитров А.Семкин